Всем приветик! Сегодня у меня еще заказик Фаберлип и Биоси. Биоси была представлена на распродаже в промо-акциях консультанта в личном кабинете. Там было ограниченное количество, разбирали все быстро и что-то я сдуру схватила вот такие дезодоранты. Дезодоранты мужские по 249 рублей. Но это цена без скидки, да? Вот. Космополис. Знаете, аромат мне так себе. Не пойму, чем пахнет. Это не свежий аромат, это не мужской аромат, это какой-то немножко стухлецой аромат. Я не знаю. Кислый какой-то. Не знаю. Мне не понравился. Зря я его схватила. Теперь вот куда-то надо реализовывать. Вот. Один муж остался. Посмотрю, как он будет фыркать. Так. Еще были по акции по 179 мицеллярчики для чувствительной кожи. Цена как бы не вот уж прям низкая, но на целярке хвалят. Потом бальзамочки были по 89. Бальзамы хвалят хорошие. Это бежевый. Был еще фиолетовый. У меня уже его забрали. От Биоси. Что еще было? Сейчас будете смеяться, как смеялась я, когда увидела вот эти флаконы. Смотрите. Угадайте, что это. Читаем. Это лосьон. Солнцезащитный. СПФ 6. Нет. Охлаждающий. СПФ 6. Вот. Солнцезащитный СПФ 6. А это охлаждающий. Были они по 189 рублей. Но я что-то как-то не посмотрела, что у них 100 миллилитров всего лишь объем. Причем мне вот эту вот подружку заказала. Я не знаю, как она на него отреагирует. Ну, с другой стороны. Взять с собой в отпуск такую миниатюрку, да? Чтобы не таскать. Мне кажется, хватит. На пару человек вполне, а то, может, и на всю семью. Он же охлаждающий. Как бы, может быть, даже расход-то у него такой не будет сильно большим. Ну, пыльненькие пришли. Так. И СПФ 6. Это я брала себе. Вроде как. Люблю в отпуске под конец уже наносить на себя солнцезащитки с минимальным. С минимальной защитой, да? От солнца. Потому что вроде как уже и загорела. Еще хочется загореть. И уже не обгоришь. Ну, в общем, у меня так. Взяла шестерку. Дальше. Тоже какая-то была хорошая цена на крем-депилятор. Три в одном. А что здесь три в одном? Орхидеи. Удовольствие не только от результата, но и от процесса. Я не пробовала. Это нежный крем. Удаляет волоски. Сто рублей было. Попробуем. Не знаю. Кто пробовал, напишите. Так, срок. Ну, срок уже с ноября 20-го. Подходящий, видимо. Так. Дальше. Была вот такая маска ночная. Эксперт восстанавливающая. Решила попробовать себе. Взяла за 500 рублей активатор молодости. Трехступенчатая программа омоложения на основе пептидов и гиалуроновой кислоты. Маски ночные люблю. Они у меня должны быть всегда. Потому что они действительно работают. Когда их 2-3 раза в неделю делаешь, да? Вот. Видно результат. Хорошие штучки. Эту не пробовала. И вот так она выглядит. Красивая перламутровая баночка. И мне понравилось, что здесь... Так. Вот. То есть тут вот такая вот. Видимо нажимаешь, и тебе сюда выходит продукт. Ага. Вот. Аромат кремовый. Ничего такого. Ну, не отталкивающий никакой кремовый просто. Дальше вот такой доктор Кор, устанавливающий липокрем для сухой кожи лица. Тоже не пробовала, но слышала, что хвалит эту серию. Решил попробовать. Любя себе, либо, если может быть кто-то заберет, то пусть забирает биомиметическая эмульсия для ежедневного ухода за сухой и очень сухой кожей лица. Ну, вообще, самой хотелось бы очень интересно попробовать, чтобы уж окончательно сложить мнение, да, об этой серии. Хоть эта серия вроде бы 40+, но почти мне. 40+, вернее, мне пока нет 40, но почти. Вот. Нормализует гидролипидный баланс кожи, увлажняет, питает, смягчает, балансирует микробиомы. 379 пол. Вот. Я думаю, на лбу мои морщинки уже можно мазать спокойно таким кремиком. Следующее, что мне понравилось, Global Oxygen, кислородно-энергетический бустер. Я его по утрам наношу на чистую кожу лица. Он моментально впитывается, увлажняет кожу, кожа комфортная, такая гладенькая становится. Вот. И через некоторое время наношу крем. Хорошая штучка, мне понравился. Так, 57,99 у него код. Хотела открыть, попробовать, посмотреть, показать. Я его показывала вроде как в видео. Так он выглядит. Пенка. Такая пенка, но моментально впитывается классный. А, срок годности хотела посмотреть. Ну, тоже с ноября 20-го. То есть уже подходящий. Подходящий как до июня, наверное, где-то, да? Успеем. Нормально. Так. Дальше. Тушь. Я уже себе брала пурпурную. Решила взять пока. Дают за 350 синюю. Мне понравилась. Пурпурная была вот прям такого оттенка. А синяя, она вот прям синяя. Красивый. Я люблю летом такими баловаться. Вот. Биоси тоже. 3314. И вот такие вот помадки. Я их уже вот тут нанесла на руку. Но нет, это Эйванский. Я никак не отмою. Его такой стойкой помады. Биоси матовая. Сейчас скажу. Сочная малина 3520. Матовая помадка. И вот она вот так вот выглядит. Красивая такая. Хорошо наносится. Не сушит она губа. Прикольная. И оттенок такой. Очень носибельный. Я думала, сочная малина будет прям сочной малины ворвиглаз. Но нет. Хорошая помада. И вот такая вот. Из люксовой серии. Увлажняющая. Ультра мягкая. Оттенок Green 1 3580. Первая она у меня. Тоже очень нежная. Тоже красивая. Вот. Замечательные помадки. Может быть, это вам тоже хочется, чтобы я открыла. Могу открыть. Красивая. И. Покажу румяшки. Так. Два оттенка взяла. Какие были? По 249 рублей. Еще бы, знаете, где они написаны. Где они написаны? Ага. 3701. Бриттани Романс. Это. Так. Это посветлее. И в рыжинку, я так поняла, они уходят. Вот эти вот. Бриттани Романс. Может быть, и розовинка. Не знаю, он. Так, ничего вроде. Не знаю. Деликатный очень. Хотя он слегка розовый. И. Тоже поярче. А если их смешать. Вот. Вот два пятна. Прям совсем еле видно. И яркое такое пятно. То есть, вот это вот они поярче. Так. Ну, вроде. Можно их такого, как сказать, наслоить. Не переборщить. Вот. Все нормально. Дальше. Пробнички у меня были. Решил попробовать. Биоситом распродавали. Носки, по-моему, аромата. Тестеры. По 25 рублей. Я решила попробовать. 20-20 брун. Давайте пробовать. 20-20 брун. Приятный. Вот этот приятный аромат. Мужской. Свеженький. Очень такой интеллигентный. Дальше. Вот этот космополис. Ну-ка. Нанесем его. Не понравился он мне. Как в дезодоранте почти. Здесь хоть какой-то мужская нотка есть. В дезодоранте ее нет. Да. В туалетке она поприятнее. Дальше. Ла Либерте. Как прям в сибирском здоровье название парфюма. Ла Либерте. Свобода, по-моему. Переводится. Фу. Не знаю. Ядреный очень. Краской какой-то пахнет. Ужас. Мне не понравился. 20-20. Пока мне нравится больше всех. Дальше. Астролап. Да. Оказывается. Парфюмы Биоси. Они тоже такие себе. Не все вкусно пахнут. Я уже обрадовалась. Что все вкусно. Пока мне не попадалось. До сегодняшнего дня плохих. Но вот. Итак. Это у нас Астролап. Нежный. Насморковый. Ну. На любителя. Не знаю. Не поняла. Ну вроде ничего. Не отталкивающе. Ну. Пойдет. Дальше. Падок. Падок. О. Это сладкий. Сладкий. Помадный. Какой-то. Меры. Не представляю. Мужчину. Выносящий этот аромат. Или это женский. Скорее. Похож на женский. Падок. Не знаю. Надо посмотреть. Уточнить. Женский это или нет. Ну да. Я. Мужчину. Не представляю. С таким ароматом. Скорее всего это женский подок. Надо поглядеть. И. И гвоздь программы. Фрагрент. Надеюсь я не разочаруюсь. В нем взяла. Слепую. Биоси. Тысяча рублей. Женский аромат. Хочу. Потестить. Такая коробка. Коробка презентабельная. Пока мне все нравится. В восточном стиле. В ориентальном. Мне кажется сейчас как ретро будет такой. Вот. Флакон мне тоже нравится. Красивый. Фрагрент. Крышка тяжелая. Так. Угу. 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 Это цитрусовые леденцы. Знаете на что похоже. У брокера есть такой похожий парфюм. Я его недавно показывала в своих распаковках. В своих вернее. Ну да. Открытиях. В парфюмерии. Забыл как он называется. Большая такая коробка. Там шарик еще. Двигается. Вот так вот. Вот здесь. Вот. Вот какой называется. Напишу в комментариях. Когда вспомню. Вот на него похож. Вообще вкусный. Мне понравился. Это цитрусовые леденцы. Прямо цитрусовые леденцы. Очень бьют в нос. Такие вот конфетно-цитрусовые ароматы. Такой гурманский. Его прям для настроения можно слушать. Вкусный. Ура. Мне понравился. Ура. Не зря потратила. Ой вообще. Иногда такой попадос бывает. Ну ладно. Вкусный. Вкусный девочки. Вкусный аромат. Красивая коробка. Даже коробку жалко выкинуть. Хотя и коробки не храню. Ну. Не люблю вот эту. Лишнюю макулатуру. Вот такой вот был мой заказ. Пишите. Комментируйте. Как вам понравилось. Нет? Моя распаковочка от Faberlic-BioC. Что-то мне понравилось. Что-то очень понравилось. Ну. Попадос с дезиками. С мужскими. Конечно. Космополис. Что-то как-то. Не знаю. Не очень-то. Ну. Мне даже очень понравилось. Помадки у них хорошие. Берите. Прям такие носибельные. Классные. Все. Всем хорошего дня. Кто хочет моей структуры Faberlic. Подписывайтесь. Ссылочка в шапке, в профиле в описании и в комментариях. Всем пока-пока.